Приятного аппетита! Сегодня она и частично, возможно, я, будем для вас готовить какое-то национальное испанское блюдо. Ну и помимо всего отправимся по стопам Испании. Испания побывала у нас в Киеве, немножко подебоширила. Ну и мы будем рассказывать, как можно подебоширить там. Ну, понятное дело, в культурных рамках. Добрый день! Будем готовить с вами. И я предлагаю сегодня с вами приготовить то блюдо, которое выбрало по двум причинам. С одной стороны, потому что мы говорим об Испании. И вторая причина, на улице уже достаточно жарко. И когда мы хотим что-то поесть в жару, нужно что-то освежающее, нужно что-то охлаждающее, нужно что-то бодрящее, нужно что-то витаминизированное. Прямо так звучит, как будто вы носите с собой холодильник сразу. Нет-нет-нет, в том-то и дело. Сегодня мы будем готовить суп испанский, который называется гаспачо. Вы наверняка слышали это название. И этот суп уникален тем, что он действительно освежает, бодрит, он не тяжелый. Его могут есть веганы и вегетарианцы, что тоже важно, потому что это сейчас такая модная тенденция. Много людей ее придерживаются. И суп этот пришел к нам на столы всего мира и подается в самых там гурманских ресторанах с юга Испании. Что интересно в Испании? Когда вы едете в Испанию в разные ее уголки, вы будете есть практически разную еду. Один край богат рыбой и морепродуктами, моллюсками, другой апельсинами. И, например, если вы будете в Валенсии, вы можете съесть суп из горького апельсина. У нас такое даже не водится. Где-то треска, где-то хамон, где-то сыры. А вот на юге Испании, где жарко, ну просто постоянно, вот родился этот суп. Родился он тогда, когда в Испании господствовали мавры. Именно от мавританского слова «каспо» – «остатки» – произошло название этого супа. Говорят, повлияли на этот рецепт и евреи. У них есть слово, которое обозначает «измельчать». Вроде бы тоже сходно к названию «гаспачо». Это очень просто. И если вы никогда не готовили, если вы не умеете готовить, вы сегодня, посмотрев и научившись, как Саша, дома можете прекрасно это сделать. И для этого вам понадобится очень мало продуктов. И практически не нужна ни плита, ничего. Вам нужна большая миска или кастрюля. Сегодня взяла специально прозрачную для того, чтобы было видно, что мы делаем. Что за остатки, о которых идет речь в этом рецепте? Это овощи. Это помидоры. Я их предварительно бланшировала. Это страшное слово обозначает «обдать кипятком и снять кожицу». Все. Единственный совет, когда вы обдали… Это чтобы мне работы меньше было. Да, именно. Я не хотела здесь разводить вот эту всю вещь. Вы обдали кипятком, потом погрузили после кипятка в ледяную воду, для того, чтобы облегчить этот процесс. Сняли кожицу и измельчили. Это огурцы, это перец. Вот тут очень важный момент. Есть такое выражение, очень известное, что мы никогда не… Возвращаясь из путешествия, мы никогда не остаемся прежними. Мы всегда изменяемся. Я вот очень такой адепт кулинарии разных стран. Я всегда что-то с собой привожу. Но не была бы украинка украинкой, если бы она не адаптировала это что-то под себя. Мы все хорошо куковарим. И поэтому в аутентичном рецепте нужно положить сырой перец. Я не очень люблю сырой перец, вкус сырого перца. Знаю, что у многих есть… Он такой достаточно жестокий продукт. Поэтому я перец испекла. Точно так же я испекла одну луковицу. То есть тут уже почти все готово. Да, да. Сырую луковицу для того, чтобы все-таки ядренность эту почувствовать. И поэтому начнем мы с того, что тебя, Саша, заботим резанием луковицы. Это очень просто. Мы просто должны ее очистить и порезать на крупные куски. Не нужно измельчать, не нужно тут плакать. Все у нас получится и без этого. Это тоже полезно, кстати. Кстати, да. Очищает слезные каналы. Тело очищается водой, душа знаниями… Нет, разум знаниями, а душа слезами. Вот. Вспомнилось. Буду погружать и буду сразу же освобождать. Если говорить о южной кухне… Это слезами, да? Да, да. Это все освобождать. Если говорить о южной кухне, вариантов холодных супов… А мы готовим сегодня именно холодный суп. Масса. Есть такие прекрасные супы, которые называются сальмареха. Это где соединяется перец с помидором, добавляется хамон, если кто любит. Да, и вареное яйцо. Я сегодня хотела, но передумала, чтобы было легко и чтобы да. Дальше мы, пока Сашка освобождает тут луковицу из плена, я буду освобождать огурцы. Нам нужно их очистить. Я ее так чищу, как картошку. Вот и ничего страшного. Как умеешь, так и чищу. Я буду освобождать огурец. И прелесть этого супа в том, и готовки в том, что мы просто все режем крупными кусками, а потом блендерим. Единственный мой страх, чтобы мы здесь так не наблендерили, чтобы в этом супе у меня была вся студия. Но постараемся это делать так. Саша, был ли ты в Испании? Нет, конечно. А если будешь, с чего будешь начинать? Начну с Италии, девочек. Хорошо, ты в Италии уже был. Не был. Ну хорошо, но предположим, и едешь ты в Испанию. Вот что бы тебе хотелось увидеть, что бы тебе хотелось попробовать? Ну, если я скажу действительность, это не совсем та тема, которая вам нравится, поэтому я ее отведу в сторону. Мы уже догадались, да, о чем могу сказать. Что бы я, наверное, посетил бы странное, у меня, наверное, будет представление в Испании, но я бы отправился на стадион Кампноу. Он самый большой стадион в Европе. И более того, это стадион одного из моих любимых европейских клубов. Барселона. Плюс там есть еще музей. А что самое интересное, именно за этот клуб играло большинство выдающихся футболистов мировой истории футбола. Поэтому мне было очень приятно посмотреть бы на все эти экспонаты, кубки, их трофеи, завоевания и так далее. Это первое, что мне пришло в голову. Потому что футбол сейчас немножко как-то нас загипнотизировал своим веянием, которое у нас тут неугасаемо постоянно перед финалом было во всех источниках прессы и во всех буквально даже бигбордах у Стелина. А вообще, если так еще добавить, что еще? У меня были какие-то закладки посетить в Испании, каких-то пять объектов. Я бы хотел посмотреть мельком, что такое Ибица, может быть, так, чисто для, наверное, какого-то представления. Насколько действительно там хорошо, как описывают это в разных журналах туристических, как это пишут в отзывах. Это со клубной культурой, правильно я понимаю? Я когда-то интересовался, скажем так. Я уже это перерос, пережил, оно уже где-то так в стороне, но все-таки так небольшое любопытство. Там есть какой-то клуб, то ли Амнезия он называется, то ли... Что это такое, да. В общем, он попадает в топ-1 лучших клубов Европы по разным рейтингам. Потом, что еще? Да я, честно говоря, сейчас так затрудняюсь. Наверное, возможно, еще там Тенерифы, там тоже так это посмотреть на музыкальные фонтаны и говорят, что там, кстати, самый хороший ол-инклюзив. В Тенерифе или на Де Майорке, по-моему, кажется так. Путаемся, путаемся в показаниях, Саша. Ну что интересно, что из двух достопримечательностей, которые ты сказал, обе они, Ибица, и Барселона, где находится футбольный клуб, и музей, о котором ты думаешь, это все находится в Каталонии. Это все, да, северо-восток Испании, и именно туда мы отправляем туристов практически еженедельно в нашем туре «Выгодная Европа». И я просто настоятельно рекомендую присмотреться к этому туру и тебя, и наших дорогих зрителей. Почему? Потому что, буду убирать грязная эскадра, потому что очень правильно начать, и так многие делают, знакомство с Испанией именно с этой части. С одной стороны, знаешь ли ты, может быть, где-то читал и слышал, что Барселона – один из самых древних городов мира, которые основали не римляне, не греки, как вот считается, да, но если греки, это уж еще круче, чем римляне, а финикийцы. Это кто? Это те народы, которые жили на севере Африки, это те народы, которые Ганнибала, знаешь, который со слонами Альпы перешел. Да, слышал что-то такое. И отцом Ганнибала был такой совершенно потрясающий человек, которого в зале Гамикар Барка, вот он был основателем города Барселоны. И из исторических слоев в этом городе… Я почти закончил. Умница, бесчисленная, да, давай ты будешь это убирать, и я буду тебе рассказывать про историю Барселоны и готовить дальше госпачи. Действительно великое множество культурных слоев. Это уникальный город, где можно посмотреть и на то, что было сотни лет до нашей эры, и на то, что происходит сейчас, насколько все современно, включая футбол, и клубную культуру, о которой ты упомянул, говоря об Ибице. Совершенно потрясающие пляжи. Вот что здорово, что находясь в Каталонии, ты можешь совершенно гармонично сочетать отдых. Мы, как правило, располагаемся на побережье Коста Брава. Это в переводе обозначает дикий берег. Это обозначает то, что… Не то, что он не цивилизованный, а то, что там совершенно потрясающая, уникальная природа, когда хвойные растения соседствуют с растениями экзотическими, свежий воздух, бриз. И вот лежишь ты с утра на пляже и думаешь, а не поехать ли мне в Барселону? И всего лишь час езды, и ты можешь посвятить этому городу и посмотреть там, что с экскурсией, что по музеям. И вот таким образом мы отдыхаем на побережье пять дней. Можно и загореть, и наесться, да, попробовать всякого разного. И на деньги погореть, если там перекупишь сувениров. Ты знаешь, Испания все равно остается до сих пор… Давай мы начнем потихоньку взбивать, я не знаю, собьет ли это наш звуковой режим. Испания до сих пор остается страной, которая все-таки ниже по бюджету, чем Италия и Франция. Особенно, если мы говорим о курортном отдыхе. Я еще думал, что Италия – это сейчас самое дешевое, что вообще есть. Почему ты так думал? Ну, я вот сравнивал цены, я вот подбираю хит-парады. Каждое утро мы разную тематику проводим. Там у нас бывает Турция, бывает Европа. Брал я и португальский чистый хит-парад, 5 цен, предложение разных регионов. И брал я тоже испанский, и итальянский тоже брал. И вот я смотрел, что Италия по ценам всех наших коллег, операторов, она сейчас, на мой момент, самая дешевая. А знаешь ли ты, что в Италии практически нет муниципальных пляжей? Они есть, но их очень мало. И для того, чтобы полежать на пляже в Италии, нужно заплатить немалые деньги. Кому? Кому? Тем, кто является владельцем пляжа. Так, давай мы вот это вот вернемся. Сможешь вот так делать? Не знаю, надо пробовать. Я любитель экспериментов. Это все нужно превратить, как ты понимаешь. Давай. А я тебе буду про пляжи рассказывать. Как правило, это частные пляжи, где ты оплачиваешь вход и оплачиваешь шезлонг и зонтик. Не бойся его. Он сам тебя будет. В общем, делаем. Нет, это так, чтобы не обляпаться просто. А ты будешь чем больше погружать... Хотя будет повод проситься потом с собой домой. Хорошо. Чем больше ты будешь погружать, тем, во-первых, а скорее ты сделаешь, будет меньше вероятности, что... Вот так. Да, именно так мы это и делаем. Да. Может, наконец-то что-то полезное хоть изъял от эфиров с туроператорами. Сейчас я теперь немножко остановись на секунду. Это кипяченая вода. Нужно немножко, потому что у нас достаточно он густой получается. Да. Так вот, а в Испании действительно очень много, если мы не говорим уж сильно курортных зонок там, вот, и в Ритте, где большие пляжи, там, вернее, большие отели со своими территориями, то на Коста-Браво это все практически муниципальный пляж. Ты вышел на прекрасную такую мелкую-мелкую галечку, которую можно назвать каменным песком, постелил свое полотенечко или что-то захотел, и все, бюджет налицо. Поэтому я вот тебе всячески рекомендую опять же пить. Ну, вы что же Италию продаете? Смотрите, безусловно. Безусловно, Италии у нас много. Мы совершенно разную продаем итальянский отдых. Это экскурсионные туры, потому что, знаешь, вот если говорить о том, что кто-то когда-то придумал список ЮНЕСКО, и кто-то когда-то начал включать туда объекты, Италия занимает первое место с достаточно большим отрывом, а вот Испания как раз, кстати, на втором месте. И поэтому, если мы говорим о количестве прекрасных памятников, культуры, архитектуры, природных памятников, то, конечно же, Италия достойна того, чтобы там прежде всего смотреть. Ну, понятное дело, отдыхать, острова, все. Но сегодня-то мы говорим не об Италии, сегодня-то мы говорим об Испании. Поэтому уж давай вернемся к Испании и продолжим наше виртуальное знакомство тебя с Каталонией. Я пока знакомлюсь с Блендером вообще на данный момент, мне очень нравится наше знакомство. Хорошо. Ну, давай я закончу быстрее это дело. Я медленно все-таки делаю, да. Ты не должен... Ты должен... Почему, кстати, в деревне вот юга Испании выделялся на деревню всегда один человек, который готовил гаспачо, гаспачеру? Он такой. Понятное дело, что человек это делал прежде всего быстро, да, и эффективно, и вкусно. Вот, молодец. Вот уже лучше. Ой, кажется, он меня засасывает туда внутрь, сейчас я в тарелку помещусь. Нам нужно это все. О, я теперь понял, как его надо делать. А он сразу был, у тебя все равно так не получилось. А он должен сначала, да, постепенно измельчаться. Вот. Вау, класс. Скажи. Боже мой. Скажи, фантастика. Да, остановись на секунду. Мы сейчас добавим сюда печеные перцы с соком. Мне вспомнилась песня Могилевская. Я завелась, останови меня. Боже мой. Я не знаю такой песни. Ну, загуглите, может быть, как-нибудь. Ну, конечно же, вы все время Испании, Италии. Да, да. А по нас забываете про корни. Вот сейчас мы практически будем на финишной прямой. И мы сейчас делаем с тобой. Остановись секунду, я тебе сейчас дам красивое движение делать. Смотри. Нет, это не мед. В баночке. Значит, смотри, что у нас здесь. Здесь у нас соль, здесь у нас перец, здесь у нас немного чеснока, здесь оливковое масло и здесь уксус. Ты сейчас будешь делать вот так или вот так. Главное нам сделать, взбить это, взвесь такую, да, и потом мы это добавим. А я закончу блендерить. Давай главное, чтобы он перевернулся. Окей. И вот можешь уже петь какую-то песню. Вообще, я же кричусь. Не, не, не. Ну, взбей, взбей его. Не балуйся, взбей. Хорошо. Что интересно, что... Кухня, которую подают в Испании, да, на королевский стол ставят, да, на... Когда принимают кого-то. Как правило, это крестьянская еда. Как правило. Как правило, это рецепты, которые пришли, да, действительно из народа. Все правильно? Да. Вот смотрите, какой сейчас будет интересный эффект. Ты когда будешь добавлять это... Открывай крышку. Осторожно. Да, вот так вот. У нас будет меняться немножко цвет супа. Это правильно? Это хорошо? Добавляю, я буду... Да, да, все-все-все. Сейчас надо будет Наташке лед принести. Можно уже... Наташ, если лед мы принесем, сейчас будет вообще отлично. Можно, я когда готовлюсь что-то готовить, да, скажем так, вот, я обязательно смотрю видео, как готовят... Сейчас же в Ютубе кто попало, да? Это лучше сообщение. Тем не менее, вот я всегда беру, я знаешь, вот визуально выбираю какую-нибудь такую вот маму испанскую, да, вот не какого-то суперповарда. Не какую-то блогершу, да, фуд-блогершу, которая где-то чего-то там написала. Ну, которая вот, например, знает аутентичность всего этого приготовления. А вот мама стоит у себя на кухне или бабушка и говорит, а мы, госпачо, готовим так. Так вот, я хочу сказать, что можно, конечно, отдельно добить, влить масло и уксус и все, но именно, когда мы взвесь взбиваем еще, оно превращается, меняет цвет на такой ярко-оранжевый, это хорошо сказывается на качестве вкуса. Я надеюсь, вы это почувствуете. Еще чуть-чуть будет под цвет вашей кухни распачивать. Да, да, да. Не просто так, да, ладно. Да, да. В общем-то, как ты видишь, мы закончили. Сейчас мы туда, да, добавляем лед, потому что его нужно, суп этот есть, да. Да. Вот, смотрите, я первый раз вижу, что вообще суп добавляли лед. Мы его охлаждаем. Представь, что ты на юге Испании. Вот представь, что... Мне хочется, чтобы колоритная музыка сейчас запела. Да, да, да. А почему вы не подготовились? Кстати, у меня дома есть испанская гитара, привезенная когда-то в 2000 году, называлась она Ария и называется сейчас. Она бесхозная, лежит и не используется. И ждет, когда ты о ней используешь. Но когда она приехала, я помню, что струна пластиковая... Ты играешь? Когда-то стоила на тот момент 15 евро. Это считалось вообще просто что-то на грани высшего пилотажа. Причем купить ее невозможно было. Это было там как-то эксклюзивно доставлено через там окольные пути. И тогда, я помню, вот у меня небольшая была связь с Испанией. Я очень любил играть именно на этой гитаре. Были болгарские, были там японские, по-моему, чуть позже. Но испанская, вот она была какая-то особенная. В ней была такая какая-то утонченность, какая-то такая красота, эстетика. Откуда у парня испанская грусть? Испанская грусть? Да? Вот оттуда! Вот оттуда! Потому что тоска, потому что действительно очень сложная история. Потому что 700 лет под игом совершенно иноверцев. Откуда? Вот оттуда! И гитары такие. И характер такой. Потому что там... И вот мне даже кто-то говорил, что очень чем-то кухня Испании похожа на кухню Марокко. Правильно! О чем мы и говорили в самом начале. 700 лет под игомой были. И там немножко из африканских, чуть-чуть культуры. Именно. Это пришло из Африки. Именно арабы принесли умение обрабатывать овощи в Испанию вот таким образом. Помидор, кстати, это тоже интересный момент. Ведь помидор появился в Европе благодаря чему? Не помню, честно. Благодаря тому, что испанцы открыли Америку. Ага. Помидор-то не было долгое время. И помидор в этот рецепт действительно вошел одним из поздних. Есть такой вариант зеленого гаспачо. Но сейчас не об этом. Возможно, это в следующий раз. Мы сделали гаспачо. И традиционно в гаспачо входят еще сухари. Можно добавлять сухари внутрь. Но вот почему я сказала, что когда мы подаем на какой-то очень вот стол такой королевский или что такое, сухари туда как-то некрасиво. А вот если вы сделаете сухари сами, как, например, я подготовила сухари в оливковом масле и в орегано. Что такое орегано? Орегано – это травка такая вкусная. Вот сделайте вот так. Подача будет выглядеть интереснее, чем мякиш хлебный, да, сухарь, который размочен там внутри. Поэтому, дорогие зрители, смотрите, запоминайте, делайте дома, повторяйте. Это можно и нужно повторять дома. Дорогие работники ББТВ, приглашаю всех на гаспачо. За стол. Потому что сейчас пойдет реклама, да, или что у нас сейчас пойдет? В общем, что-то пойдет куда-то в сторону. А вы будете есть. Я надеюсь, что это получилось и что вам это пригодится. Такие интересные маленькие тарелочки в форме, даже не могу понять, цветочка, или… Мы будем считать, что это клевер. Это вообще положено в таких порциях есть? Нет, в самом положено есть из большой тарелки. Ну, такой хотя бы, как минимум. Потому что таких порций штук 5 нужно съесть для того, чтобы нанесли. Ну, мы же тут, это дегустация, поэтому у нас это выглядит так. Презентабельно немножко. Да. Ну, а это уже дело вкуса. Если понравится, можно добавки в праздник. Да. А если понравилось и захотелось попробовать разные варианты, то нужно ехать в Испанию и пробовать разные варианты. Ну, и сколько стоит вот эта вот поездка в Испанию? И в какие сроки мы можем поехать, чтобы это все там переесть и переготовить? В сезоне, который начинается у нас с июня месяца, не вижу. На экране вы видите, вам сейчас покажут даты выезда этого тура. Стоимость тура – это единственный тур, который меняет свою стоимость в течение сезона. Почему? Потому что стоимость тура с отдыхом всегда зависит от стоимости курортных отелей. Они не могут быть одинаковыми в июне и в августе, когда пик курортного сезона, да, летнего отдыха. Поэтому цены действительно не просто щадящие, а если учитывать, что эти цены с авиаперелетом, с двухразовым питанием в Испании, с участком очень интересным по дороге из Милана, куда мы прилетаем, до Каталонии и обратно, мы смотрим Милан, мы смотрим Марсель, мы смотрим Эксен-Прованс, это прованские городки, мы смотрим Лазурный берег, Кан и Ниццу-Монако, мы посещаем французскую Каталонию, которую вообще мало кто знает. Это территория, расположенная, да, по ту сторону границы между Испанией и Францией, да, и волшебнейший город Кальюр. Это город, который, ну, возлюбил и заразил нас любовью Анри Матис, знаменитый художник-постимпрессионист. Поэтому, я не знаю, на мой взгляд, я понимаю, что можно просто прилететь и упасть. Ну, зачем? Ведь можно прилететь и упасть, интересно. Можно кувыркаться, прилететь из страны в страну. Поэтому обратите внимание, программа действительно стоит того, Испания стоит того, Каталония стоит того, и испанская кухня тоже стоит того. Наталья Сиренко, начальник отдела групповых туров туристического оператора Артекс-94, была у нас сегодня. Приготовила нам вот этот вот гаспачо, правильно? Да. Я выучил это название, овладел блендером и знаю, как минимум, один уже рецепт, плюс один в копилку моих рецептов, которых на самом-то деле не существует. Ну, вот с этого момента они теперь стартанули. Начнется, мне будет приятно. Всем желаем окончательного приятного аппетита, независимо от того, в каких условиях вы нас сейчас смотрите и хорошего дальнейшего настроения у нас сегодня, что у нас сегодня? Среда. Среда. Да, вот такая вот, такой экватор посреди недели, с ценами вы ознакомились, ну а если не ознакомились, можете заходить на сайт Артекс-94 и на наш сайт hotour.com.ua. Всех еще раз желаем приятного аппетита, ну и до новых встреч. До новых встреч. Итак, вы решили отправиться в отпуск. Что делать дальше? Все достаточно просто. Наберите в строке поиска своего браузера hotour.com.ua. Добавьте сайт в свои закладки. Он вас еще не раз выручит. В верхней строке рубрикатора нажмите кнопку «Где купить». Выберите из списка «Свой город». Выберите удобное для вас агентство. Заполните заявку или сразу свяжитесь с агентством и запросите тур. Приятного отдыха!